Вот так вот выглядит у нас Адлерский район на карте. И давайте мы начнем со стороны города Сочи, с центра. Это у нас район курортного городка. Вот это вот все вдоль побережья у нас относится, грубо говоря, к курортной зоне. Поэтому здесь все те дома и квартирники, которые построены, они больше подходят именно для отдыха и либо сдачи в аренду посуточно. Есть еще, конечно, верх курортного городка. Там много есть, конечно же, жилых комплексов, но сразу могу сказать, что вот в этом районе до Голубых Далей школы вообще нет. То есть место подойдет, в принципе, для постоянного места жительства, но просто здесь нет школ и садов. То есть вот район Известинской, допустим, улицы, это равнина. Вверх курортного городка это возвышенность. То есть имейте в виду, те люди, которые пенсионного, допустим, возраста, тем люди, у которых нет машины, соответственно, этот район, в принципе, подойдет. Но нюансы есть. К тому же здесь на улице Известинской не проходит маршрутного транспорта. Он идет только вдоль улицы Ленина. Что касается у нас чуть дальше, это район Голубые Дали, очень хороший спальный район Адлера. Там не только садики и школы есть, там есть и поликлиника, и рынок. Вот. Ну, опять же, нюансик, что сам район Голубые Дали не ходит общественного транспорта, но инфраструктура вся жилая, все есть. Дальше мы двигаемся, это у нас уже район автовокзала, железнодорожного вокзала. И здесь у нас в районе получается Чайсовхоз и Орел Изумруд. Конечно же, есть здесь и сады, и школа, и общественный транспорт, вплоть до Орела Изумруд. Вот до этого района все ходит. Это равнина. Здесь нет гор, как таковых, конечно же, есть небольшие возвышенности с обоих сторон, но основная инфраструктура именно на равнине. Дальше мы давайте с вами перейдем. Это у нас центр, центр Адлера. Здесь, естественно, есть и сады, и школы, и транспорт, и всевозможные сетевые магазины, кинотеатры и так далее. Но надо понимать, что вот эта вот зона у нас полета, как вы видите, самолета. То есть здесь, получается, у нас летают самолеты, поэтому имейте в виду, те, кто выбирает центр Адлера, что придется вам мириться с тем, что взлет и посадка не для всех, оно подходит. Чуть дальше у нас, в сторону Красной Поляны, идет район Молдовки. Вот здесь у нас Молдовка. Здесь также есть сады и школы, ходит общественный транспорт. Есть также небольшая возвышенность в сторону частного сектора. В принципе, густонаселенный такой район, самодостаточный, можно так сказать, так как здесь есть вся инфраструктура для постоянного места жительства. Чуть ниже мы с вами смотрим район парка Южная культура. Здесь также преимущественно все для отдыха, вот эта сторона. Но, тем не менее, с общественным транспортом никаких проблем нет, поэтому до школы можно на автобусе легко добраться. Что касается дальше, мы двигаемся с вами по улице Каспийской, переходим в район Блинова. Ну, про Блинова я вам уже много снимал обзоров. Естественно, конечно же, все знают, что там находится хорошая школа, садик. Вот, и общественный транспорт как в сторону Эмеретинки, так в сторону Адлера без проблем можно добраться в любую сторону. Ну, Зорька это также относится ближе к микрорайону Блинова. Дальше мы смотрим с вами микрорайон Веселое. Вот это все у нас, микрорайон Веселое. Также здесь есть школа-садик, сотая школа, одна из лучших школ города Сочи. Новая. Построили там еще дополнительный корпус, то есть 7 мест хватает. Также хочу заметить, что она работает в одну смену, то есть запас есть, могут работать и в две смены. Ну, а ниже у нас с вами от района Веселое получается Некрасовское, микрорайон. Здесь, конечно же, преимущественно также для отдыха жить, но, тем не менее, здесь есть также школа. Ну, про Олимпийский парк и поселок Мирный тоже знаете, что это район также преимущественно для отдыха. Все вот это вот равнина, это Нижнемеретинская бухта, здесь нет гор. Вот. Ну, и сам микрорайон Веселое, он также относится к равнине, как и Блинова, Зорька. То есть у нас вверх в горы идет Верхневеселое, вот эта вот сторона, это у нас район Верхневеселое. Там уже на возвышенности, но, тем не менее, все равно там есть равнины. Также не хочу упустить микрорайон Нижняя Шиловка. И, насколько я знаю, там также есть школа и также есть садик. Вот. Ну, в принципе, кратенько так вам разъяснил, чтобы вам было более понятно, в каких районах лучше покупать жилье, если у вас есть дети. Но никаких проблем нет, если у вас есть транспорт, то до любой ближайшей школы вы доберетесь. Транспортные развязки здесь, в принципе, очень неплохие, поэтому проблем здесь не возникнет. Так что, друзья, если понравилась вам эта информация, поставьте лайк, ждите следующих обзоров. Всем пока!